Пару слов о том, кто я такой, если никто не знает. Один из разработчиков маленького стартапа, маленькой базы данных Вульнерс. Сейчас работаю в Киеве групп на должностнице ССО. В прошлом был Penetration Tester и в том числе разработчик больших security систем, security сканеров, поэтому знаю, как это все устроено, как это писать. Ну и большой фанат Джастина Вибера. Всем привет. И пару слов про проблемы патч-менеджмента, vulnerability-менеджмента. Что такое патч-менеджмент, я думаю, все знают, но какие проблемы с этим процессом в больших компаниях, я думаю, не все знакомы. Основная проблема, как найти эти уязвимости и недостающие патчи. Когда у тебя один сервер или там 10 серверов, то в принципе можно даже не находить. На одной из конференций, помню, на Highload, мне кто-то из зала спросили такой вопрос, зачем патчить, я просто там все серверки обновляю раз в день. Я сказал, я завидую, потому что мы у себя так не можем. Не мы у себя в Kiwi, но думаю, точно так же и с коллеги из одноклассников, так же не могут таким похвастаться. Поэтому первая задача это найти уязвимости, найти те хосты, которые необходимо пропатчить. Затем необходимо делать это максимально быстро. Потому что, само собой, можно поставить какой-нибудь OpenVAS или бесплатный Nessus, одну ноду и пытаться, не знаю, за месяц, за неделю просканировать. Но представьте, если выйдет какая-нибудь уязвимость в Anacry или что-нибудь критичное, то вам необходимо моментально, буквально за пару часов, максимум за полдня, найти те хосты, которые подвержены уязвимости, чтобы уже дальше с этим что-то делать, придумать какой-то план патчинга, устранения уязвимостей. И точно так же, как многие читали разные доклады, разные ресерчи, порой софт, security софт, который направлен улучшить безопасность, увеличить безопасность, делается наоборот противоположное. Он увеличивает скоб атаки. За счет того, что софт не просто какой-нибудь маленький скриптик на, не знаю, 100 строчек кода, это какой-то большой комплексный продукт, который в том числе может сам в себе содержать те или иные уязвимости. Поэтому, когда вы ставите тот или иной софт, во-первых, он всегда проприетарный, почти всегда это black box, вы не знаете его исходники. Таким образом, вы ставите, в принципе, какой-то непонятный, условно-левый софт на свою систему, на свою продуктивную систему, и с помощью этого софта могут поломать всю систему и всю инфраструктуру. И такие стандартные вопросы, которые необходимо решать, в случае патч-менеджмента, это агентное или безагентное решение. Есть много плюсов, минусов того или другого. Собственно, каждый должен принимать решение самостоятельно. И пару слов о том, о чем не буду рассказывать, потому что мы, в принципе, на многих конференциях рассказывали, про вульнирсы, про то, что у нас есть поисковые строчки, есть API, есть extension, гесплойты, сабскрипшены и много всего. Поэтому, кто хочет, может потом почитать. Не буду занимать время. Доклад будет об аудите. И одна из главных фич на вульнирс, то, что в тех продуктах, в тех софтах, где эта информация есть, можно посмотреть прямой критерий существования той или иной уязвимости. Он, в принципе, есть, на самом деле, даже у человека в понятном формате, и этот формат понятен в том числе и роботам. То есть кто угодно может посмотреть текущие уязвимости, текущие бюллетени, и составить, именно сделать какой-то свой софт на их основе. Либо, если не хотите составлять свой софт, просто вот примерно таким get-запросом отправляете свою версию операционной системы, название пакета, и вам на выходе предоставляется информация о том, какие уязвимости у вас в этих пакетах есть, и, собственно, с прямым объяснением. Потому что одна из проблем каких-то коробочных решений – это некая темная магия по принятию решения. Они говорят, у вас есть такая уязвимость, исправь ее. Но не всегда показывают довольно-таки ясно, довольно-таки адекватно, почему эта уязвимость у тебя присутствует. Здесь же, в принципе, видно, что был предоставлен пакет такой-то версии, и он меньше, чем та версия, которая требуется именно в бюллетене. Соответственно, за счет этого уязвимость присутствует. Но, само собой, там можно отправлять прямые запросы get, пытаться читать эти бюллетени, но на системах это неудобно делать. Поэтому потратили немножко времени, написали там парочку питоновских криптов, которые позволяют просто запустить скрипт на самой системе, опять-таки там без каких-либо рутовых привилегий она, и на выходе получить список тех пакетов, которые у вас подвержены уязвимости. То есть, в принципе, какие-то маленькие серваки можно спокойно посканить, посмотреть, нужно ли патчить, не нужно ли патчить, нужно ли вообще какое-нибудь решение принимать о том, внедрять ли там патч менеджмент или vulnerability менеджмент. Но раньше, то есть я в начале доклада сказал, если у вас 10 тысяч серверов, все равно как-то нужно это решать. И, само собой, запускать ручками на каждом из серверов этот питоновский скрипт и как-то анализировать неудобно. Именно поэтому сегодня, по-моему, первый раз, когда это будем показывать, что на текущий момент существует прямо именно полноценный агент. От Вульнерс это просто именно пакет дебиновский или для Сентоси в виде РПМ. И конфигурация его минимальна, насколько это возможно. Просто ставите пакет в свою конечную систему, всего лишь один раз конфигурите IPK, который получаете из веб-морды, и все. Собственно, на этом вся работа по конфигурации агентов на всех ваших серверах, она закончена. При этом, само собой, это можно все автоматизировать с помощью Папета, Чефа или любого другого софта. И, как я говорил, то есть, во-первых, в софту не требуется никаких рутовых привилегий за счет этого. Там администратор не будет говорить, я не буду запускать какой-то непонятный софт. Особенно он требует полный судо на все системы, на все команды. И, как я говорил, нет никакой скрытой функциональности. Это всего лишь порядка 500-600 строчек кода. Достаточно буквально потратить там полчаса-час, посмотреть, что делает пакет, и точно убедиться, что он не принесет никакие дыры и никакая информация никуда не будет утекать. Собственно, внизу ссылка, можете посмотреть, потестировать. И после этого вся информация показывается, в принципе, довольно-таки удобно в виде в дашбордах на сайте. Вот это один из репортингов, вот второй. И самое, мне кажется, такое вкусное, классное, это немножко рекламы, полсекунды рекламы, что, в принципе, сейчас и в дальнейшем это всегда будет бесплатно с некоторыми ограничениями. Сейчас это ограничение порядка 100 сканов хранится, последних. Если у вас там 100 серверов, вам само собой будет недостаточно. Если там, не знаю, 10-20 серверов, то практически всегда там 2-3 дня последних сканов вы будете видеть. И с помощью специального кода мы расширяем это текущее ограничение до 3.1-3.3.7 количества сканов на год. Поэтому если кто-то хочет потестировать на своем именно большом интерпрайзе, то welcome, пишите на support, спокойно расширим бесплатно лицензии. Ну и, как говорил раньше, агент — это классно, приятно, вкусно, но не всегда достаточно этой функциональности. Поэтому мой коллега из компании «Одноклассники» расскажет, как они использовали именно API, именно для того, чтобы сделать то решение, которое устраивает именно их. Еще организаторы сказали, что будут подарки за самые вкусные вопросы. Я думаю, в конце, после того, как Серго тоже выступит, можно будет задать интересующие вопросы. Я совсем забыл сказать, да, что у нас шикарные подарки. Здесь вот кружка с местом для печеньки. Очень круто. И футболка. Результатом каждого, после каждого выступления будет выбран один вопрос, который понравится спикеру. Этот подарок, этот комплект достанется, так что думайте, а это достанется тому, кто задаст самый лучший вопрос. Так что спасибо. Добрый день. Меня зовут Курбанов Серго. Занимаюсь информационной безопасностью в проекте «Одноклассники». Тема доклада «Как отсканировать 10 тысяч серверов за 5 минут». Краткая справка о самом проекте. Аудитория 71 миллион пользователей в месяц, 1,3 терабайта внешнего трафика, 10 тысяч серверов в трех дата-центрах. Видимо, объем слишком большой, не успели сосчитать. Состав серверов Linux, CentOS, SUSE. Текущая ситуация. До недавнего времени мы использовали только сканер уязвимостей. Исходя из слайда, можно подумать, что мы считаем, что это зло. Нет. Сканер, конечно, безусловно, необходимая и нужная вещь. Нужно только представлять риски, каких угроз он закрывает и насколько. Что он может делать, что не может. В нашем случае, естественно, 10 тысяч серверов сканится достаточно долго, а иногда результат нужен сейчас, быстро и сразу. Плюс любой сканер, активный сканер, это воздействие на инфраструктуру. И всегда приходится балансировать. Либо получить больше результатов, залезть глубже, но увеличить срок сканирования и получить аффект какой-нибудь в виде отрицательного фидбэка от IT, от бизнеса. Ну и, опять же, неполученные результаты, плохие результаты от сканера, это еще не означает, что их нет. Также в нашем случае с нашим сканером, который проприетарный, с подпиской, ходит в тройку лидеров, на этом рынке, у нас был такой неприятный случай, когда одна из нашумевших уязвимостей, про которые все говорили, все писали, и в плагинах сканера она присутствовала, сканера в упор ее не видел. При этом все остальные бесплатные утилиты и сканеры прекрасно обнаруживали. Потом, конечно, вендор извинился, поправил, но осадочек остался. Плюс, ну такое обычное утро системного администратора, безопасника, когда за чашечку кофе получаешь список очередных CVS, бюллетеней, тебе нужно узнать, а что у тебя есть на проде из указанных уязвимостей, где они, и, например, в случае, если это фронты, тебя будет интересовать, сетевой вектор, в других случаях какие-нибудь другие вектора. Все это хочется быстро, оперативно находить. Плюс у нас есть своя CMDB, в которой есть вся информация по хостам, с полной историей, с информацией о расположении вплоть до стойки. Хотелось также обогащать этой информацией и тоже по ней искать. Ну, собственно, решение очевидно. Теперь уже это волнарс. Удобный интерфейс, быстрый поиск, как оказалось, достаточно развитая IP. Ну и в нашем случае таким оказалось такой неприятной, приятной и неожиданной, приятной неожиданностью, когда функционала не хватало, обратились к ребятам, они в течение, скажем, пары часов расширили этот функционал. В результате мы стали, стало возможным использованием в нашем случае. Ну и, естественно, бесплатен, что немаловажно. Ну и для меня какой-то персональный бонус, личный, это возможность изучить как-нибудь язык программирования. Слайд про интеграцию. То есть можно было также получать информацию по сервису, по режиму работы от любого хоста, и по всему этому хотелось искать. Что в результате получилось? Получилась некая утилита, командной строки, которая интегрирует информацию со всех серверов, отправляет на Волнарс, обогащает затем результаты из CMDB, что-то вот такое. В результате стало возможным делать всевозможные запросы с масками, с инверсией, по бюллетеню, по наличию чего-либо, либо по отсутствию. Собственно, поиск какой-то новой сервишки, которая пришла, занимает относительно минуты. Ну и кратенько можно попробовать посмотреть, как оно работает. Собственно, появилась возможность отдельно задавать вектор, тип атаки, продакшн, это или не продакшн, тестовый сервис, относится к какой группе, SQL, веб, только для CentOS, только для SUSI, задавать score. Получилось достаточно удобно, и мы теперь этим пользуемся. У меня все. Если есть вопросы, готовы выслушать. на гидхабе данную утилиту, можно будет увидеть? Какие-то куски я опубликую, потому что в целом это сильно интегрировано с нашей инфраструктурой и не будет работать в другом месте. Но куски, непосредственно касающиеся взаимодействия с Volnars, я думаю, без проблем. Предыдущий докладчик сказал, что вы ушли от агентной системы на использование API. Я, может, пропустил, вы говорили, зачем вы перешли на API, зачем вы перешли на API. Нет, я говорил именно про нашего агента, что у нас есть на текущий момент именно полноценный агент, который можно раскатать на систему, и он будет эти данные отправить в облако, и весь репортинг дашборда будет в нашем облаке. Но это не даст никакой интеграции с вашей текущей 7DB-системой, и не даст это именно того полноты покрытия, которое вы хотели бы достичь. Поэтому коллеги именно взяли тот API, который у нас есть, и на его основе сделали именно то решение, которое устраивает конкретно их. Ясно, спасибо. Еще вопрос. У меня два вопроса. Вот это GoUtilita, она как-то по SSH на 10 тысяч серверов вызывает команду для агента? Нет, это было бы странно. Просто не очень понятно. У нас есть инвентаринг, база, несколько баз данных рассредоточенных по различным дата-центрам, в каждом дата-центре своя база со своим инвентарингом. Соответственно, она, утилита обращается в каждое SQL, собирает эти пакеты, компонует, убирает повторы, строит условно граф соотношения, сервера, пакеты, потом обратно это разбирает, когда получает ответ. На бунерс уходят собственно только пакеты с архитектурой и все. Второй вопрос, когда запускается сканирование, там идет какой-то эффект CPU на машинах? Нет. Все, что происходит на машине, машина открывает условно пять сессий на пять серверов, затем параллельно пять сессий, параллельная сессия CNDB для получения свежих справочников, все это объединяет, компонует пакет, разово отправляет для каждой из оси, отдельно для СУСи, отдельно для СНТОС. Спасибо большое докладчикам и давайте выберем лучший вопрос, автор лучший вопрос. Коллеги. Я думаю последний вопрос по поводу механики сканирования. логично. Дайте ему две крошки. Спасибо.